Великий шах, султан Сулейман Ханхазрит Лири. Это большая честь предстать перед вами. Я много лет ждал этого. Алказ Мерза, для меня большая радость принимать у себя во дворце такого достойного шахзаде, как ты. Пока ты находишься на моих землях, твоя жизнь и имущество под моей охраной тебя примут наилучшим образом. Я низко склоняю голову перед добротой султана Сулеймана, османского правителя и владыки Семи Континентов. Меня поставили в известность относительно твоего положения. Сейчас иди отдыхай, мы поговорим об этом в подходящий момент. Как пожелаете, Падишах. Однако, я намерен сообщить вам нечто важное очень. И чем скорее вы это узнаете, тем лучше. Я слушаю. Я и мой брат давно враждуем, вам это известно. Но вы должны знать, что и вы вовлечены в этот конфликт. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Тахмаз, узнав, что вы предоставили мне убежище на своих землях, решил устроить подлую ловушку. Его целью было устроить смуту до моего приезда. Но его интрига провалилась, слова Аллаху. О какой интриге идет речь? Почему мы ничего не знаем об этом? Шех Заде Мустафа получил отравленный кафтан. Но мне известно, что на самом деле его отравили персидские шпионы. Это невозможно. Тахмаз не смог бы добраться сюда. Ты уверен в этом? У меня нет сомнений, повелитель. Об этом мне сообщил мой самый доверенный человек. Я хотел предупредить вас, но, к сожалению, не успел. Шпион Тахмаз поживет во дворце долгое время. Его имя Исмаил. Он использовал его. Мехмед Паша, удалось узнать имя пропавшего Портнова? Исмаил, повелитель. Сейчас самый сезон. Нужно будет почаще выезжать на охоту. И Джихангера возьмем с собой. Он будет очень рад. И я тоже. Повелитель? Что такое, Лакман? Хюрем Султан пожаловала во дворец. Лакман? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаю. Ты на меня еще сердишься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не могу понять, как же ты осмелилась приехать сюда, в столицу, несмотря на мой приказ оставаться в Китахе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я написала столько писем и отправила тебе. Но ты ни на одно не ответил, Сулейман. И я себе сказала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все хватит, Хюрен. Это конец. Он тебя не простит. Смирись с тем, что ты его не увидишь. Раз ты здесь, значит, все было не так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаешь, каждую ночь я молюсь. С той минуты, когда я тебя увидела, любимый, я молюсь Всевышнего. Прошу, чтобы он забрал меня раньше тебя. Ведь я не смогу жить без тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я смирилась. Я уехала из этого дворца. И никогда не посмела бы вернуться. Если бы ты не нуждался в этом. Но потом... Пришло отсюда известие. Мехримах написала мне. Она писала, что от горя тебе плохо, ты задыхаешься. Настолько, что все забеспокоились, что ты заболеешь. Наш сын же Хангир испугался особенно. Кто бы смог удержать меня после таких известий? Да я бы горы свернула ради тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если хочешь, не прощай меня. Не нужно замечать меня. Не говори ни слова мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не подпускай близко к себе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не гони меня. Разреши остаться с тобой. С Джихангиром и Мехримах. Я нужна им. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если бы дело было только в том, чтобы тебя простить и принять в дворец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если ты этого хочешь, мой дворец твой, мое прощение тоже. Но никакая это пустая обида. Меня огорчает и душит Хюрем. Даже несовершённые тобой ошибки. А то, что я больше никогда не смогу доверять тебе. Никогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уверен, одержать окончательную победу в Персии невозможно, повелитель. Как вы знаете, они вместо того, чтобы выйти сражаться, отступят и будут выжидать. К тому же, это большие расходы. Что ты предлагаешь? Идти на Вену. И, возможно, даже на Рим. Тогда мы разгромим наших врагов, поверьте мне. Завоюем нашу главную цель. Я знаю, что и вы желаете того же. Мечтали об этом. И мечты могут осуществиться. Мы можем снова пойти за этими мечтами, чтобы заставить, наконец, всех врагов дрожать от страха перед нами. Я и сам снова хочу выйти на поле битвы, Мустафа. Но прежде нужно как следует всё обдумать. И после этого решать, когда и в каком направлении идти с походом. Я уверен, что вы примите самое верное решение для будущего нашего государства. Австрийский посол проявляет нетерпение, повелитель. Кроме того, Карл также хочет принять участие в соглашении. Пусть ещё подождут, раз уж они столько ждали. Как прикажете. Повелитель Алкас Мерза просит вашей аудиенции. Он говорит, у него есть важные вести. Он хочет сообщить их лично вам. Хорошо. Султан Сулейман Хан Хазретлирия. Рустам Паша мне сказал, что у тебя что-то важное. Я получил известие от туркменских беев из персидских земель. Прежде чем прибыть сюда, я решил выяснить у них, на чьей они стороне. На моей или стороне моего брата Тахмаспа. Пришли письма с ответом на мой вопрос. Беи написали, что находятся на моей стороне и поддерживают меня. Я прошу вас прочесть их письма. Исходя из данных обстоятельств, я надеюсь вернуть себе престол. Если вы поддержите меня, мы пойдем в поход на Казвин. Таким образом, на персидский трон по праву взойдет союзник османского государства. Рим. 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 Баргали, я покину этот мир, лишь когда создам империю, превосходящую империю Александра Великого. И распространю османскую власть на все семь континентов. Вот увидишь, Ибрагиб. Вот увидишь. Ибрагиб. 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 Исходя из данных обстоятельств, я надеюсь вернуть себе престол Если вы поддержите меня, мы пойдем в поход на Казвин Таким образом, на персидский трон По праву взойдет союзник османского государства Что посоветуешь? Нужно идти на Вену, а то и на Рим Вырвать у наших врагов из груди сердце Достичь нашей заветной цели Лакманага Победитель Немедленно собирайте совет, и Шехзаде пусть будут Как прикажете, Победитель Визири, Паши Сегодня австрийцы обратились к нам с просьбой о мире И в то же время персидский шехзаде Алкас Мерза Нашел убежище у врат нашего дворца Кроме того, туркменские беи в Азербайджане и Шерване ждут Алкаса Как думаете, что для нас лучше Заключить ли нам мир с Австрией И отправиться в поход на персидские земли Или снова пойти на Венгрию И завоевать земли, что были захвачены Австрией Победитель Сейчас мы имеем возможность победить в Персии Поскольку Алкас Мерза разобщится февидов И нам выгоднее отправиться на персидские земли Годами ранее мы пережили огромные трудности в походе на Персию, Победитель Тысячи наших воинов умерли в горах, так и не вступив в бой Шехзаде Мустафа прав, Победитель Поход на Персию не даст желанной стабильности У Алкаса Мерзы есть немало сторонников Странно, что он к нам обратился Шехзаде Хазритлери Персидский шехзаде впервые попросил убежище И согласен подчиниться нам Нельзя такой случай упускать Для нас Рим и Вена стали заветной целью Повелитель Ранее Тибриз был покорен нашим великим предком султаном Селимханом А затем и вами Но удержать город не удалось В то время с нами не было персидского шехзаде, Повелитель Повсюду, начиная с Азербайджана и Шрвана Люди, увидев Алкаса Мерзу, вместе с нашим войском, покорятся ему Я намерен отправиться в поход на Персию К сожалению, в прошлый раз Тахмасу удалось бежать, и мы не успели преподать ему хорошего урока Пришло время сделать это Но сначала, если посол Австрии примет наши условия Он получит султанскую милость А после этого мы отправимся в поход Повелитель Фердинанд За захват венгерских земель будет платить 30 тысяч золотых в год Такова его дань И кроме того, он признает и будет соблюдать на этих землях наше право Ну а Карл не будет упоминаться, как император, ни в одном соглашении Не забывайте Кто сегодня платит дань И признает мою власть Завтра станет получать приказы В это время Один муравей с маленькой капелькой воды во рту встревоженно направлялся к пламени Полный величия орел Увидел встревоженного муравья и спросил Куда ты? Зачем тебе эта капля воды, что в твоем рту? Муравей ответил Я иду к тому месту, где будет сожжен Авраам А воду я вылью на огонь Орел усмехнулся и сказал Да разве твоя капля поможет? Муравей, несший воду, гордо говорит Пусть так По крайней мере Будет видно, насколько мы чисты Мостафа 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 Поверите. Понимаю, это я ждал иного решения. Но разве есть смысл идти войной на того, кто принял наше господство и склонил голову перед нами? А присутствие Алкаса Мерца — отличная возможность для нас? Я не оспариваю вашего решения, поверитель. Однако, разве наш великий предок, султан Мехмедхан, не пожертвовал жизнью ради этого? Разве не мечтал он о том, чтобы покорить Рим и стать государем римских земель? Как и вы. Когда вы еще были Шахзаде, разве тогда вы мечтали не об этом? Это не мечта, дорогой Мустафа. Это тот путь, по которому я ступаю шаг за шагом. Запомни, та победа, которую я держу тенью своего меча, станет самой великой из побед. А если они не примут ваших условий, повелитель? Тогда сгинут тени, и мой меч, словно молния взмоет ввысь и поразит всех. Повелитель, не сомневайтесь. Когда тот день придет, я буду рядом с вами. Мустафа, мой Шахзаде, мой отважный сын. Последние события, неприятный случай с Кафтаном, опечалили меня. Хвала Всевышнему все уже позади. Надеюсь, что доверие между нами отныне будет незыблемым. Незыблемым, повелитель. Как только будут завершены все приготовления, мы тотчас отправимся в поход. Я бы хотел, чтобы и ты был рядом со мной, но походы на Персию продолжительны. Поэтому ты не пойдешь со мной. Ты останешься и будешь оберегать трон, который был верен мне. Повелитель, я вас правильно понял. Вы меня регентом государства назначаете? Ты послал Сан-Джак-Сарухан Селима. Однако теперь вдруг назначаешь своим регентом Мустафу. Я все думаю, но никак не пойму, в чем тут смысл. Я посчитал, что так нужно. К тому же я стал свидетелем событий, о которых тебе неизвестно. В Манисии я застал Селима в неподобающем для Шахзада виде. Мне жаль, но я очень разочарован. Потом он просил прощения, дал зарок, но я никогда не смогу забыть ту ужасную сцену, что увидел. Наш сын найдет верный путь. У него сильный характер. Если ты отвернешься от Селима, то тем самым еще больше подтолкнешь его к пропасти. От своего сына я никогда не отвернусь. Решение принято, и я не изменю его. В мое отсутствие Мустафа будет достойно управлять страной. Хорошо, если будет так.